Первый случай, который нам потребуется, который мы будем исследовать, это случай материальной точки, движущейся вокруг какой-то оси. То есть вращение у нас происходит вокруг какой-то оси, и здесь ось О, и здесь материальная точка на расстоянии L. Для этого случая момент инерции простейший. Момент инерции I равен ML². Если у нас имеется не материальная точка, а также ось, но мы имеем кольцо на расстоянии R от оси, кольцо тонкой массы M, ось О, то есть вращение вот так вот происходит. В этом случае все материальные точки находятся на одном и том же расстоянии от оси. Тогда в этом интеграле L есть величина постоянная, ее можно вынести за знак интеграла. Интеграла dm это просто сумма всех масс, и мы получим просто массу на квадрат расстояния. И равно nR². То есть формула тоже та же самая, она не меняется для такого случая. Следующий случай. Рассмотрим ось вращения и тонкостенный цилиндр. Ось вращения О. Тонкостенный цилиндр, у которого вся масса сосредоточена на поверхности. Опять, момент инерции определяется только расстоянием от оси, только расстоянием R. И эта величина совершенно не зависит от того, как распределена масса вдоль оси O. То есть мы можем вытянуть или сжать этот тонкостенный цилиндр, момент инерции от этого зависеть не будет. Входит только расстояние от оси L. Значит, опять E равен nR². Теперь давайте рассмотрим более сложные случаи. Предположим, у нас есть какое-то тело, и это тело плоское. Введем систему координат x, y, z, и рассмотрим какое-то плоское тело в этой системе координат. Пускай это плоское тело лежит в плоскости x, y. Возьмем маленький кусочек dm. Здесь L, здесь у нас x, здесь у нас y. И для этого плоского тела момент инерции E равен интеграл от L² dm. По теореме Пифагора мы можем написать, что это интеграл от x² плюс y² dm. Это интеграл от x² dm плюс интеграл от y² dm. Интеграл берется по массе. Интеграл от x² dm – это расстояние для точек этого тела, то есть для элемента dm, до оси y. И значит, по определению, это момент инерции относительно оси y. Интеграл от y² dm – это расстояние для точек этого тела, тело подчеркиваю, плоское, только плоское, до оси x. Значит, вот это вот момент инерции относительно оси x. А интеграл от L² dm – это расстояние от точек этого тела до оси z. Значит, то, что мы сейчас нашли, это момент инерции относительно оси z. Итак, для плоского тела, которое расположено перпендикулярно оси z, и z равно и x плюс и y. И это позволяет без интегрирования, но только с помощью этого преобразования, сразу же находить момент инерции для ряда тел, которые имеют взаимно перпендикулярные оси. Теперь введем еще следующее, даже скорее заметим, следующее соображение. Значит, если у нас момент инерции – это интеграл от L² dm. Размерность момента инерции – это килограммы умножить на метры в квадрате. килограммы на квадратный метр. Ну и это означает, что момент инерции I может быть представлен в виде какого-то коэффициента α, который зависит от формы тела, умножить на массу этого тела и на какую-то характерную длину в квадрате. Но эту характерную длину давайте назовем буквой L характерной. То, что мы сейчас здесь написали, это не определение момента инерции, это только следствие из его размерности. Но вот эта вот формула позволит в ряде случаев очень простым образом находить момент инерции, ну или, во всяком случае, более простым, чем прямое интегрирование и вычисление интегралов, нахождение интегралов для различных тел. Вот так, такое и такое. Теперь давайте докажем следующую теорему. Теорема называется теорема Штейнера. Итак, давайте докажем теорему Штейнера для момента инерции. Теорема Штейнера позволяет переходить от момента инерции относительно одной оси к моменту инерции относительно другой оси в данном теле. Рассмотрим какое-то произвольное тело. В этом произвольном теле есть центр масс, обозначимый его буквой С. Есть какая-то ось О. Тело, я считаю, сейчас плоское, и оси, направленные перпендикулярно. В принципе, решение задачи не будет зависеть от того, плоское тело или не плоское, в отличие от предыдущего, когда мы рассматривали три перпендикулярные ось. Поэтому здесь тело может быть произвольным, оно произвольным образом вытянуто как-то вдоль оси Z перпендикулярной. Но здесь на рисунке, поскольку рисунок плоский, этого не видно. Рассмотрим какой-то элемент dm. Запишем расстояние. Назовем это а, это ло, а это лс. Ну и можно нарисовать вектора. Ло, ла вектор, и лс, тоже вектор. Три вектора. Ну и из треугольника видно, что ло равен а плюс лс. Используем определение момента инерции. Момент инерции и с индексом о равен... Ну, я могу писать в виде интеграла, а могу писать в виде суммы. Для того, чтобы было чуть-чуть проще, я буду писать сумму. Сумма лоитых в квадрате на мит. С другой стороны, лоит, вот оно. Мы можем написать, что ло в квадрате равно... Возводим в квадрат. А в квадрате плюс лс в квадрате плюс удвоенное произведение первое на второе. 2а скалярно умножить на лс. Когда возводится в квадрат сумма векторов, здесь будет скалярное произведение. Тогда здесь будет сумма а квадрат плюс лс и т в квадрате плюс 2а лс и т. все это умноженное на мит. Это сумма мит на а в квадрате плюс сумма лс и т в квадрате на мит плюс здесь а это постоянная величина, 2а можно вынести. 2а скалярно умноженный на сумму лс и т на мит. Таким образом, момент инерции и о относительно оси о равен вот эта величина это просто масса суммарная, вот эта величина это момент инерции относительно оси с по определению момента инерции. А вот давайте поймем, что такое вот здесь. Сумма лс и т, м и т. Сумма м и т, лс и т. по определению центра масс это масса на расстоянии от данной точки до центра масс. Прошу прощения. Итак, здесь сумма м и т, лс и т равна по определению центра масс масса суммарная вся на расстояние на радиус вектор определяющий центра масс то есть лс и т от от самого центра масс то есть л между центром масс и центром масс по определению центра масс но это просто ноль расстояние от центра масс до самого центра масс это ноль поэтому вот этот член равен нулю равен нулю и у нас остается масса на а в квадрате плюс и с таким образом момент инерции относительно теорема 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 штейнера это теорема штейнера еще иногда ее называют теоремой гюйгенса штейнера у нее два автора этой теоремой можно пользоваться для нахождения также для нахождения центра масс моментов инерции если вы знаете момент инерции относительно центра масс то мы можем находить момент инерции относительно произвольной оси параллельной относительно произвольной оси если знаем момент инерции относительно оси параллельной этой и проходящей через центр масс теперь давайте рассмотрим примеры решение нет некоторых задач примеры нахождения момента инерции